Есть такая программка, называется она Ccleaner. Бесплатная версия подходит для Windows 7, Windows 10, 8, XP. Что она делает? Она очищает ваш компьютер от так называемых временных файлов. Ну, не совсем временных, так как временные файлы все же, они должны удаляться. Но наши временные файлы, они не удаляются и остаются в Windows. Поэтому их нужно обязательно удалить, потому что место у вас будет таять просто с невероятной скоростью. И вы не будете понимать, куда на жестком диске уплывают целые гигабайты памяти вашей из жесткого диска. То есть, казалось бы, ничего не делаете, а на 5 гигабайт стало меньше, затем на 10, затем еще на 5. И так доходит до 15-20 гигабайт. Вы представляете, просто мусор, который хранится неочищенный уже несколько месяцев в компьютере. Его обязательно нужно очистить. И эта программка придет нам на помощь. Непосредственно ее нужно установить, конечно же. Я думаю, вы разберетесь, как это сделать. И мы пройдемся по настройкам. Итак, открываем программу, попадаем в такое вот меню. Здесь у нас по умолчанию будут стоять какие-то галочки. Какие-то не будут установлены. То есть, нам нужно проставить их в таком вот порядке. Смотрите. Так как интернет-эксплорером я не пользуюсь, и большинство из вас не пользуются ним, скорее всего, то можете смело ставить здесь все галочки, вплоть до вот этих вот. Хотя на всякий случай я не буду их устанавливать. Мало ли, может пароли удаляться у меня какие-то в интернет-эксплорере, которые я даже не помню. Вдруг я вводил куда-то в интернет-эксплорер. Вот. Дальше проводник. Нам нужно очистить. Сетевые пароли не нужно трогать, потому что если у вас Wi-Fi, у вас отключится Wi-Fi. Система. Очистка корзины, временные файлы, буфер обмена. Это все можете поставить. Галочки здесь везде можно ставить без опаски. Здесь тоже, в принципе, можно ставить без каких-либо опасений, кроме вот этих вот двух галочек. Здесь не нужно их ставить. Далее. Приложения. Firefox. Opera у меня установлены. Google Chrome. Здесь я ничего не удаляю. Ни кэш, ни историю загрузок, ни саму историю. И пароль тоже не трогаю. Это может быть опасно, потому что у вас потеряются все ваши пароли и история просмотренных сайтов. Если у вас есть какие-то закладочки, все сотрется. Здесь это приложение. Очищается непосредственно память приложений. Советую проставить здесь галочки везде. Все утилиты я выбрал. В принципе, логи мне хранить не обязательно, чтобы программы эти помнили, что они выполняли в последнее время. Поэтому мы можем без опасений убирать. Вернее, устанавливать здесь галочки. Дожидаемся, пока пройдет анализ. Сначала нам нужно нажать анализ. Забыл сказать. И затем, вот сейчас будет очистка. Дожидаемся пока программка. И в данном случае у меня обнаружилось всего лишь 73,5 мегабайт таких вот файлов. Но было такое, что их было 17 гигабайт, 20 гигабайт. То есть вы представляете, да? Насколько было все запущено в этом плане. И у вас может быть не лучше, а может быть даже и хуже. Если у вас большой жесткий диск на 4 терабайта, либо на 2, либо вообще 2 по 4. Там творится что-то невероятное. И скорее всего, очень много временных файлов. Затем, реестр. Советую вам сюда вообще не лезть. Так как исправляет не всегда адекватно эта программа у нас. Реестр лучше эту функцию не трогайте. Сервис. Ну, собственно, мы можем здесь удалить программу, если нам лень это делать через стандартный инсталлятор. Здесь мы можем отключить наши файлы на автозагрузке. Которые у нас сейчас загружены. Мы можем даже удалить эти процессы безвозвратно. Они нам не нужны. Как бы. Спайвар терминатор, это мой анти-спайвар. Я его трогать не буду. Драйвера на звуковую карту установлены. Ну и как бы. Как бы больше трогать здесь ничего в принципе и не нужно. Разве что можно вот это отключить. Ремейк он нам не нужен. Лишний процесс висит. Все. На этом все. Здесь вот настройки. Включать. Постоянно будет проводить очистку при запуске компьютера. Советую вам этого не делать. Лучше вручную это делать. И проверять обновления. Тоже. Ну, зачем лишний раз, чтобы программа надоедала. Лучше сами вручную. Когда это нужно будет. Все сделайте. Куки файлы у нас здесь хранятся. То есть информация о том, какие у нас куки файлы. Советую их удалить. Выберите дополнительные файлы папки, которые CCleaner всегда будет удалять для опытных пользователей. Но это нам не нужна функция. Следить за системой и предупреждать нас, если вдруг появляется значок. Если вдруг у нас много места теряется. Включить активный мониторик то же самое. Я выключаю. Так как я вручную все привык делать. И вот у нас еще настройки. Показывать ли дополнительные результаты при сканировании. Ну, можно выбрать. Все. Вот такая вот незатейливая программка. Простая в использовании. Но опасная. Если вы вдруг что-то такого наклацаете. То некоторые программы могут даже вообще не запускаться. Так что будьте внимательны. Делайте строго, как я вам рекомендовал. Ставьте галочки именно там, где у меня проставлены. Сюда. В рестор не лезьте. Здесь старайтесь ничего не включать. Никакие папки. Ничего. На всякий случай. Вот. И всем пока. Надеюсь этот урок был вам полезен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.